Канал Сплетники. Три раза в неделю. Самые горячие новости, гламурные сплетни, шокирующие слухи из мира шоу-бизнеса, скандальные истории жизни отечественных и зарубежных звезд, новинки, анонсы киноиндустрии, свежие фотоотчеты со светских мероприятий. Самый ожидаемый праздник – Новый год. Ведь он несет с собой не только радостное настроение, множество подарков, приятное общение, вкусный праздничный стол, но и главное в жизни любого человека – надежду. Без нее невозможно смотреть будущее, а значит следует сделать все, лишь бы успех сопутствовал вам весь предстоящий год, чтобы все мечты и ожидания сбылись. Символом наступающего года станет огненный петух. Его симпатии, антипатии во многом определяют характер событий, которые непременно произойдут со всеми нами в течение последующих 12 месяцев. Потому лучшей стратегией для проведения новогодних праздников станет правильная встреча года, чтобы хранитель остался доволен и благоволил всем нашим начинаниям. Огненный петух предпочитает придерживаться устоявшихся семейных традиций, потому встретить Новый год петуха рекомендуется дома, в кругу семьи и близких людей. Лучшая цветовая гамма для встречи нового 2017 года – красно-золотистая. Не увлекайтесь декольте и прозрачными тканями, такой образ вряд ли привлечет внимание утонченного петуха. Женский образ должен состоять из аккуратного коктейльного платья красного-желтого, постельных-золотистых тонов, туфель на высоком каблучке, визуально удлиняющих и украшающих женскую ножку и аксессуаров в тон основному цвету. Прекрасным дополнением станут украшения из золота, либо под золото, жемчуга, в том числе и искусственного. Мужчинам можно встречать новогоднюю ночь в не столь официальном наряде, но если он пришел в гости под руку со своей благоверной, то следует соответствовать. Строгий костюм сможет значительно снизить уровень комфорта на столь веселом празднике, но встречать год в домашней одежде или в своем каждодневном образе будет выглядеть практически аморально в глазах педантичного огненного петуха. Цветовая гамма при украшении дома должны быть соответствующей любимой гамме символа года огненного петуха, однако украсить дом разрешается также изделиями зеленого и синего цветов, которые наряду с красным являются традиционными для новогодних праздников. В интерьере должны преобладать украшения из натуральных материалов. Периусердствовать с блеском и огнями будет трудно, ведь Новый год невозможно представить без света, красок, улыбок и сопутствующего антуража. Огненный петух, как и многие живые существа, одобрит факт присутствия искусственной елки, что не умаляет нисколько факта его любви к натуральным материалам. Используйтесь в мышуру золотистых и красных оттенков, это придаст сердцу предстоящих празднеств новогодней елки вид роскошный и элегантный, и это прекрасно подчеркнет общую атмосферу нового 2017 года. Чтобы разбавить светские настроения, можно украсить интерьер мягкими накидками, которые так хорошо сочетаются с зимними морозными днями, а также подарят сочетание домашнего уюта и торжественного события. Лучшим украшением для встречи нового года становятся спелые красные яблоки, подходящие под любимый цвет огненного петуха. Вместо новогодней звезды можно использовать фигурку петуха. На новогоднем столе не должны присутствовать блюда из птицы, в частности курятины. Лучше приготовить к новому году что-нибудь из баранины, говядины или же свинины. Из меню следует вычеркнуть всю дичь уток, индеек, перепелов. Использовать куриные яйца в качестве украшения на новогоднем столе также не рекомендуется. Сервировка стола должна учесть вкус и символа года. Используйте однотонную скатерть светлых тонов, которая не будет привлекать к себе внимание. Зато посуда может быть яркой, лучше из природных материалов. Синтетики и пластмассы стоит избегать в этом году. А вы уже начали подготовку к празднованию главного праздника года? Канал Сплетники желает всем зрителям успехов в этой нелегкой, но важной задаче. Субтитры создавал DimaTorzok